20.00 в Украине на интере подробности о главных сегодняшних событиях расскажут наши корреспонденты в суде Наталья Белышева. Смотрите в выпуске. Украина отводит часть тяжелого вооружения, что остается и возможно ли полное прекращение огня. Ночью дешевле, насколько и когда подорожает электроэнергия в Украине. Как немецкие врачи оценили состояние Надежды Савченко и может ли их визит повлиять на ее освобождение. Тяжелое вооружение с украинской стороны на выход. Пока только один вид оружия 100-мм пушки противотанковые рапиры. Это информация из Генштаба. Отвод начался сегодня. Это подтвердил представитель штаба АТО Анатолий Стельмах. Пушки, по его словам, отводят на 25 километров от линии разграничения, как и предусмотрено минскими договоренностями. Другие виды тяжелого оружия Украина начнет оттягивать только тогда, когда мониторинговая миссия ОБСЕ подтвердит полное прекращение огня со стороны ЛНР и ДНР. Поэтому пока украинские войска находятся в полной боевой готовности. Об этом сообщают в Генштабе. С нами на связи Ярослав Кречко. Он работает сегодня в Песках. Слава, здравствуй. Появилась информация о том, что боевики якобы тоже отводят артиллерию. Тебе что-то об этом известно? Да, Наташ, но по той информации, которая есть у нас и у наших военных, боевики не отводят тяжелое вооружение, по крайней мере, на донецком направлении. А вот наши военные в районе поселка Пески уже отвели 100-мм противотанковые рапиры. Но боевики в поселке продолжают нарушать режим прекращения огня. Огонь ведут как со стрелкового оружия, так и с минометов. Но ночью наши военные отбили две атаки на украинские позиции. Днем в Песках также неспокойно. В миномете обстрелы стреляют, атаки там за ГС'ов у них, так что нам бьют. Ну, минометы иногда там может прилететь что-то важное, там, например, танк обстреляет разу, два, три. За школой артиллерии обстрелы майже уменьшились, но началась больше стрелецкая оружие. Наши военные не исключают, что террористы готовят наступление в районе Песок. В эти дни там замечено рекордное количество беспилотников, боевиков. Работают и диверсионные группы. Нам нужно использовать час этого перемирия для того, чтобы укреплять тут позиции, потому что Пески станут одним из наступных точек наступа. И немного расскажу о быте наших военных. Спят бойцы в подвалах, там же обустроили кухню. Благодаря волонтерам есть все самое необходимое. Ребята в хорошем расположении духа и из Песок мы уехали с особенным подарком для нашего телеканала. У нас есть телевизор, но нет сейчас антенны. А так взагалі умовы у нас дуже хороші. Живем в шикарному підвалі. У нас є буржуйка, нам тепло. Це вам, телеканалу літер. Дякую, ми в офіс наш завеземо. Заведом він буде. Зава Україні! Героям слава! Вот такие новости сегодня из Песок. Наталя. Спасибо, Ярослав. Ярослав Кречко из Донецкой области был с нами на связи. Что с отводом вооружений в районе Дебальцево, расскажет Станислав Кухарчук. Стас, здравствуй. Что тебе известно? Да, Наташа, действительно, сегодня украинская армия начала отвод тяжелого вооружения с линии фронта. Но боевики продолжают обстреливать наших бойцов. И вот по наблюдению наших военных террористы не хотят отводить свою технику с линии разграничения. Но вот тем временем украинская армия продолжает укреплять свои оборонительные позиции. Готовятся к возможному наступлению. Военные говорят, после захвата Дебальцево террористы вошли в раж. По информации военной разведки, сейчас они на линии разграничения накапливают свежие силы. Начинают окапываться сепаратисты, плотно окапываются, строят сильную линию обороны, ведут радиоперехват. Они сделают укрепрайоны, оттуда уже будут, уже, все по зарамам будут уже выдвигаться пробовать. Вот сегодня нам удалось побывать в поселке Мироновского. Это всего в 15 километрах от оккупированного Дебальцево. За два месяца боев там полностью разрушена инфраструктура. Поселок полностью превратился в развалины. Нет ни света, ни тепла. Магазины не работают. Десятки людей, в том числе и маленькие дети, потерявшие крышу над головой, сейчас вынуждены ютиться в бомбоубежище местного Дома культуры. Готовим на косе, вот кастрюли все грязные. Вот так и живем, вы видите. Вот так нам страшно. Бьют, мы прячемся здесь. Дети плачут. Вот люди боятся, что террористы в любой момент могут войти в поселок, но уезжать пока оттуда не собираются. А куда я поеду? И зачем? Здесь наша земля, здесь могилы наших предков. И вообще солдаты будут сражаться. За тот населенный пункт, где есть жители. Вот выжить в этой тяжелой ситуации мирным жителям помогают военные, волонтеры, пользуясь временным затишем, сюда подвозят продукты, питание и теплые вещи. Но этой гуманитарной помощи, к сожалению, катастрофически не хватает. Наташа. Спасибо, Стас Станислав Кухарчук. Ситуация в районе Дебальцево. И Александр Пантелеймонов следил за отводом техники в районе Мариуполя. Он тоже с нами на связи. Саша, здравствуй. Как все происходило? Да, Наташ, на Мариупольском направлении сегодня затишье. И наши военные действительно начали отвод тяжелых вооружений. На оговоренное расстояние, в 25 километров от линии соприкосновения, уже отправили первую партию противотанковых пушек. Наши военные тем временем продолжают укрепляться на своих позициях. Уже вырыли окопы в несколько рядов и говорят, что вот несмотря на отвод тяжелых вооружений, в любом случае готовы к отражению возможных атак террористов. Сдержать мы сдержим. Ну и, как говорится, уже солдатская такая крепкая закалка вот от их, будем говорить, боевых действий. У нас даже такое было, что наступление небольшое, ответное дело, бегут как мыши. Вот среди тех, кто защищает Широкино, немало жителей из восточных областей, боевой дух у них на высоте. И вот один из жителей ныне оккупированного Тореза рассказал нам, что в украинской армии он воюет за свою родную землю. У нас даже в нашем подразделении, вот, нас достаточно людей, которые родились, выросли в Донецке или в Донецкой области. И вот в местном штабе АТО нам рассказали, говорят, что если боевики будут соблюдать условия перемирия, то наши военные продолжат отвод тяжелого вооружения. Наташа. Спасибо, Саша. Александр Пантелеймонов о Мариупольском направлении. Следить за тем, как Украина отводит тяжелое вооружение, вместе с ОБСЕ будут и наши корреспонденты. Мой коллега Максим Кошелев уже отправился в зону АТО, и завтра мы ждем от него подробный репортаж. Как живется людям в оккупированных городах? Вчера в Луганске и Донецке были серьезные проблемы с мобильной связью, сегодня дозвониться было проще, и вот, что нам рассказали жители Донецка и Луганска. Давайте послушаем. Очень сильно поднялся доллар. Полки магазина опустили моментально, цены очень сильно подскочили. Люди разгребают масло, сахар, нет моющих средств, нет мыла у нас. Бензин у нас по 36 гривен. Многие АЗС позакрывались. Разбомнили мою квартиру. Теперь здесь время у чужих людей нахожусь. И живу, как говорится, нищая. Магазины почти все позакрывали. Лекарства нет в этом городе. Я 8 лет прикована к постели. Ничего не имею, нищие стали. Идет усиление присутствия россиян, и по национальному признаку всех увольняют из силовых органов. Все, кто были местные, там, луганчане, из области луганчане, их всех увольняли. В ближайшее время их либо на передовую, бросят нам в качестве пушечного мяса, либо зачистят. Сегодня было заявлено официальное правительство. Самого разглашенного ДНР заявила, что якобы постепенно регион будет смещаться к рублю. По той причине, что продукты будем получать по новым заключаемым, планируемым договорам с Россией. Это непонятно и плохо. Справка на каждый груз и постоянные барьеры. Доставлять гуманитарку на восток Украины становится все сложнее. Волонтерам приходится буквально доказывать, что помощь везут не для продажи. Как избежать бюрократических проволочек и упростить законодательную базу? Сегодня благотворители со всей Украины решали вместе с представителями Минфина и администрации президента. Конкретных результатов пока нет, но работа уже началась. Государство заинтересовано в поддержке гуманитарных миссий. Об этом заявила супруга президента Марина Порошенко. Физикальная служба пропускает только если есть сертификация со стороны Минсоцполитики. Это заметно усложняет механизм прохождения гуманитарной помощи. Это все напоминает бег с препятствиями. Волонтеры постоянно борются с системой. Волонтеры сегодня помогают державе. Мы знаем, что не весь час можно все сделать державными какими-то способами, потому что это такая машина больше и, может, она не так быстро действует, как хотелось бы. И вот вся спинная работа сейчас, она очень-очень суттевая допомога державе. Сепаратисты, которые убежали с Донбасса в Россию, горько разочарованы ни зарплаты, ни бесплатного жилья. СБУ перехватила телефонный разговор жительницы Донецка, которая уехала жить сначала за Урал, потом в Москву. Говорит она со своим братом, воюющим на стороне боевиков. О том, как русский мир принял беженцев, послушайте сами. Ну, прикинь, там зарплаты 5600 на рубли, на гривны это будет 1600. В Харькове попрощались с самым младшим из погибших в результате воскресного теракта. Даниле было 15. Друзья говорят, он участвовал во всех акциях Евромайдана, не смог пропустить и шествие 22 февраля. Прощались с юным патриотом у памятника Шевченко, там, где всегда собирался Харьковский Майдан. Гражданская панихида прошла в полной тишине. Родителям парня передали флаг Украины, пробитый осколком. Противопехотной мины, который, по словам друзей Дани, и унес его жизнь. Мы хотим передать этот флаг, этот прапор Украины родителям. Герои не вмираются! Герои не вмираются! Герои не вмираются! Это трагедия, потому что ребенок пришел туда как патриот Украины, он пришел с украинским флагом. Это было его будущее, он должен был жить в этой стране, которую мы сейчас защищаем именно для детей. Тариф ночной, тариф первоапрельский. Это об электроэнергии. Ее стоимость уже через месяц значительно увеличится. Решение принято нацкомиссией по вопросам регулирования в сфере электроэнергетики. Насколько будем платить больше, Елена Зорина считала. В окнах в 11 дня горит свет. Сегодня тут не экономят, но уверяют, собираются в повестке дня новые тарифы на электроэнергию. Внутри много журналистов, экспертов и депутатов. Члены комиссии опаздывают, а уже в зале заметно нервничают. Предлагают повышение тарифов сделать поэтапным, два раза в год. И так до 2017-го. Помощь малообеспеченному, упрощенное оформление субсидий. Можно и по почте. Это уже от Минсоцполитики. И даже тем, у кого, к примеру, две квартиры. Если семья сдает в найм житловое помещение, то соответственно сумма должна быть врахована в доход семьи. Но сам факт наявности соответствующего майна не має обмежувати семью при отримании державной социальной допомоги. И уже к обеду голосуют. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Решение принято одноголосно. Итак, новые тарифы с 1 апреля. И это не розыгрыш. Есть у вас электроплита или нет, теперь не важно. Одна цена для всех горожан. Киловатт – 36 копеек. Это стоимость до 100 киловатт. А то, что свыше, обойдется уже в 63 копейки. Ну а так называемый тариф для богатых, гривня 40, начинается уже с 600 киловатт. Для жителей села наименьший тариф до 150 киловатт. Дальше расценки те же. Ну а те, у кого электрическое отопление, по 36 копеек будут платить, если до 3600 киловатт. Дальше тот же тариф для богатых. Если все оставить как есть, арифметика следующая. К примеру, если на счетчике в месяц 300 киловатт, тогда семья платила за свет средним 100 гривен. Теперь при той же норме потребления придется отдать уже 163 гривни. В семье Светланы половина общего дохода – это оплата коммунальных услуг. Живут на зарплату мужа – 2000 гривен. Светлана воспитывает маленьких детей. Дома нет ни бойлера, ни электроплиты. Но новый тариф, говорит, не потянут. Если растут цены на все продукты питания, то мы бы хотя бы как-то могли еще платить. А теперь нам придется за что-то недоплачивать, за то же отопление, за то же телевидение, чтобы нам не выключили свет. Как я могу жить с двумя детьми без света, либо без газа? Не повышать тариф нельзя, говорит экс-министр ЖКХ Алексей Кучеренко. Но делать это нужно по-другому. То, как сейчас, говорит, на реформы, похоже, мало. Будет на самом деле серьезнейший социально-политический коллапс под названием «кризис неплатежей». Субсидиями нельзя покрыть всю тарифную лаканалию. То есть сначала очистить тариф, он должен стать прозрачным, как стеклышко. Потом упростить систему получения субсидий. Определить, в конце концов, что такое реальный прожиточный минимум, а не тот искусственный, который они там рисуют на тысячу гривен. То есть ситуацию обрисовать одним словом, называется «докричались». Надо сделать парламенту собраться, сделать три простых вещи. Первое. Запретить политические разборки на период стабилизации экономики. Отправить правительство, ну, как минимум, в отставку. Создать новое правительство национального спасения. Из представителей отраслевых и региональных специалистов. Выбрать новую экономическую модель, которую мы уже год предлагаем. Год. Повышение – это не последнее. Следующее в сентябре. В качестве сладкой пилюли для населения утвердили и дисконт. Так называемый тариф ночной с 50-процентной скидкой. Но это при установке специальных счетчиков. Планируем заставить своих вмыкать правильные машины в ночи, а не в день. И, наверное, больше будет вычислить кисточка? Нет, не согласен с вами. Это решение позволит иметь нашу электроэнергетику больше конкретно способную. Уже в ближайшее время в НКРЄ хотят взяться и за тарифы на газ. Но когда это точно произойдет, пока четкого ответа нет. Елена Зорина, Андрей Кузнецов. Подробности телеканал Интерфл. Хотели вчера, но собрались сегодня на Советской Алиции. Не ждали премьера, а он приехал уговаривать проголосовать за изменения в бюджет. Что ответили депутаты? Подробнее Екатерина Лысенко. Говорить о бюджете и о гривне Советская Алиция собирается второй день подряд. Сегодня встреча состоялась в Верховной Раде. Там, за закрытыми дверями, председатель парламента, представители фракций, главы комитетов, министры. Главный вопрос – правительственные предложения по изменению бюджета. Суперечки с уперечками, но на кону стоит слишком много. На кону стоит стабильность украинской экономики, надо это понимать. Насправді, те, що там пропонує країні уряд, це виправити ситуацію за рахунок нового підвищення податків і за рахунок знову ж скорочення пенсій, скорочення видатків на світу. Ми не можемо, як партія, як фракція, підтримати такого напрямку, такой стратегії розвитку країни. Уговорить поддержать правительство в Раду приїжджають сразу несколько министров соцполітики, экономики и замминистра финансов. Позже выясняется, убеждал и сам премьер. Обещал услышать депутатов. Ті пропозиції, які вносяться фракціями, не просто отримують сприйняття від уряду, але ми ще їх підтримуємо і вносимо в відповідні законопроекти. Є якісь зауваження, ми абсолютно, наприклад, збагодилися з цими зауваженнями, і якщо треба поправити якісь законопроекти, ми це зробимо. Встреча длится несколько часов. Результат профильные комитеты в экстренном порядке должны изучить, одобрить, либо не одобрить то, что предлагает Кабмин. Є бачення, що комітет, першочерговий профильний комітет, це податковий і бюджетний, будуть засідати завтра, будуть засідати в субботу. У нас є до уряду питання. Вопросы в неочередному засіданні обсуждали постоянно. С інтервалом в нескільки минут говорили, що оно буде то в субботу, то в воскресенье. В результате решили понедельник. І посвіщен этот день буде только бюджетним законопроектам, решив Совет Коаліції. А вот завтра премьер планирует еще одну встречу с глоком Петра Порошенко, чтобы заручиться поддержкой самой большой фракции парламента. Екатерина Лысенко, Василий Миновщиков. Подробности телеканал Интер. Беспредел в Днепропетровске. Средь бела дня в рабочее время пропал начальник одного из департаментов городского совета. Связи с ним нет уже вторые сутки. В мэри утверждают, что это похищение. Кого обвиняют из областных властей, смотрите в сюжете. 35-летний Александр Величко в городском совете работает 5 лет. Возглавляет департамент корпоративных прав. Жена, двое маленьких детей. Не публичен, фигурантом громких скандалов до сих пор не был. Вчера утром, как обычно, ушел на работу, рассказывает жена. Больше его не видела. Как всегда, он уходит на работу 8 часов. Это я его в последний раз видела. После нескольких звонков, скажем так, это было уже в районе двух часов, я уже с ним связь потеряла. Телефон был отключен. На работе сообщили. Величко вызвали в областную администрацию. Это было в 12 дня. Именно с этого момента история превращается в настоящий детектив. В 17 часов 12 минут Александр Величко позвонил мне с другого телефона и сказал, что его жизни угрожают. И условием его освобождения будет подача мной заявления об отставке. До этого в понедельник у меня состоялся достаточно острый разговор с Геннадием Корбаном, в результате которого фактически мне была объявлена война. Я связываю два эти события. В обл. администрации заявление главы мэрии, как и само исчезновение Александра Величко, никак не комментируют. Его машина по-прежнему на стоянке горсовета. Но где он сам, неизвестно. Поисками чиновника занимается целая группа оперативных сотрудников милиции. По данному факту следственным отделом открыто уголовное производство по признакам статьи 115 Уголовного кодекса Украины, части 1, это умышленное убийство с дополнительной правовой квалификацией, пропавшей без вести. Рассматриваются все возможные версии причин его пропажи. Что за версии? И если подозреваемые в милиции молчат, исполняющий обязанности мэра Днепропетровска уже обратился в СБУ и прокуратуру, а еще написал письма президенту и премьеру с просьбой вмешаться в ситуацию. Андрей Кровец, Юрий Красновский. Подробности телеканал Интер. Вчера повесился мэр в Мелитополе Сергей Вольтер. Сегодня смерть замначальника милиции этого города. Тело 47-летнего Александра Бордюга обнаружила дома его жена. Майор жил в райцентре Приазовска. Последнее время находился на больничном, у него было больное сердце. Правоохранители, которые выехали на место происшествия, признаков насильственной смерти не обнаружили. И сегодня уже есть предварительное заключение судмедэкспертов относительно причины смерти Вольтера. Это удушье. По решению суда мэр еще два года назад был отстранен от занимаемой должности. Все это время находился под следствием. Его обвиняли сразу по шести статьям Уголовного кодекса от организации преступной группы до вымогательства полутора миллионов гривен. Судебный процесс фактически шел к завершению и Вольтеру грозило до 14 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Голодать, терпеть лишения, но продолжать любить родину. Что еще рекомендуют депутаты Госдумы россиянам и как перевыполняют план по патриотизму? Подробнее Данил Русаков из Москвы. Оградить россиян от зловредной и бездуховной западной продукции. Именно этим собирается заняться скандально известный лидер ЛДПР Жириновский. Предложение некоторых депутатов Госдумы 25 февраля отменить так называемые контрсанкции, которые вел Кремль в ответ на санкции Европы и Америки, он посчитал политически вредным. По традиции во всем виноват Госдеп и Белый дом. Сказал, что будет разоблачать предателей. Пригрозил даже лишить их депутатской неприкосновенности. Коллеги Жириновского из партии власти поддержали. Там, по всей видимости, считают, что польская картошка и норвежский лосось могут негативно сказаться на единении общества и патриотических чувствах электората. Перевыполнение плана по патриотическому воспитанию теперь занимается и в Санкт-Петербурге. Эти фотографии попали в интернет. На них воспитанники одного из детских садов играют с муляжами оружия. Все это называется день ополченца. Сообщается, будто бы муляжи доставили из патриотического клуба какая-то звезда. Дошкольники популярно поняли им, объяснили, как нужно любить Родину. Многим родителям такая инициатива, правда, не пришлась по душе. Спасительные евразийские мотивы в противовес загнивающей Европе показались странными не только жителям самого европейского города России. Евразийская цивилизация – это такой двуглавый циклоп с одним и тем же глазом. Причем это совершенно не жизнеспособное существо. Не исторически, не экономически. В этом регионе везде диктаторские режимы. А диктаторы дружить не могут. Ну, а это фотографии из разряда трагикомических. Она тоже из Петербурга. Триколор с неправильным порядком цветов, да еще и за подписью главы местного законодательного собрания. Эти открытки разослали депутатам и общественным деятелям к 23 февраля. И теперь для многих самый актуальный вопрос – что это было? То ли чиновник решил пошутить, то ли порядок цветов на национальном флаге и вправду оказался вторичным. Ведь есть куда более важные государственные дела. Враги со всех сторон обступили. Данил Русаков, Олег Неведовский, Московское бюро, телеканала «Интер». Разговоры об оружии. В Вашингтон прилетел Михаил Саакашвили, экс-лидер Грузии и нынешний советник президента Украины. Для чего, знает Дмитрий Еловский. Три дня и 34 встречи. График у Саакашвили в Америке действительно очень плотный. Он и раньше здесь бывал. Сначала в качестве студента университета Джорджа Вашингтона, а потом и как президент Грузии. Но на сей раз задачи у Саакашвили совершенно другие. Ведь он стал советником Петра Порошенко, а также представителем Украины за рубежом и одновременно представителем международного сообщества в Украине. Вот на своей странице в фейсбуке Саакашвили написал. Приехал сюда для того, чтобы, цитирую, увеличить законодательный нажим с целью предоставления Украине оборонительных вооружений. Конец цитаты. По его словам, такого внимания парламентариев не было даже тогда, когда он приезжал сюда в качестве президента Грузии. Свои встречи с Саакашвили начал с сенатора Кардина, одного из самых главных и непримиримых критиков России, автора списка Магнитского. Это документ, который приняли еще в 2010 году. Он ограничивал въезд на территорию Америки лицам, которые причастны к убийству юриста Сергея Магнитского. Ситуация с поставками оружия для Украины сейчас, ну как бы, зависла в воздухе. В конце минувшей недели Госдеп утверждал, Обама вот-вот примет решение, ну буквально на днях. Но от президента Америки пока никаких новостей. И в это время Пентагон говорит, что ничего не исключает. Да и сами американские дипломаты вселяют надежду, говорят, возможны все варианты. В принципе, это может быть связано с приездом в Америку Саакашвили, которого здесь хорошо знают и считают своим давним принципиальным и стратегическим союзником. Дмитрий Иловский, Юрий Романик, подробности, Американское бюро телеканала Интер. Европейский союз требует немедленного освобождения Надежды Савченко. Об этом заявила пресс-секретарь главы европейской дипломатии Федерико Магирини. Освободить летчицу призывают и немецкие политики. Но вместе с тем их обвиняют в том, что в вопросе украинской летчицы они сыграли на руку Москве. А все из-за немецких медиков. Кто они, о чем молчат и что говорят дипломаты Германии. Подробнее Татьяна Лагунова из Берлина. Каждый четверг возле посольства России в Берлине проходит небольшой пикет. Количество участников всегда разное. Среди активистов, как украинцы, так и немцы. Не меняется лишь требование освобождения Надежды Савченко. Освободить украинскую летчицу требует и правительство Германии. Кроме того, официальный Берлин возмущен утечкой неподтвержденной информации об осмотре Надежды Савченко немецкими врачами. О поездке медиков в Москву договорились на саммите Нормандской четверки в Минске 11 февраля. Как сообщают немецкие СМИ, об этом министр иностранных дел Германии Штайнмайер попросил лично президента Путина. Тот согласился и через несколько дней группа врачей отправилась в Москву и осмотрела летчицу. Москва и Берлин договорились, что информация останется абсолютно конфиденциальной. Немцы слово сдержали, а вот россияне нет. Российские СМИ со ссылкой на Федеральную службу исполнения наказаний сообщили и о визите, и о его результатах. Мол, немцы осмотрели Савченко, провели консилиум с тюремными врачами и пришли к выводу состояния ее здоровья удовлетворительное. И это при том, что на момент осмотра летчица голодала уже больше двух месяцев. В Берлине эту информацию не подтверждают. Молчат и сами медики, ссылаясь на врачебную тайну. Более того, неизвестны даже их имена. При этом адвокаты, летчица и ее сестра почти каждый день рассказывают, насколько ухудшается самочувствие узницы. А МИД Германии на днях выразил крайнюю обеспокоенность состоянием ее здоровья. С начала голодовки Савченко похудела уже на 17 килограммов. Гуманитарный визит немецких врачей привел к политическим последствиям. Многие эксперты обвинили Берлин в том, что он сыграл на руку Москве и тем самым снизил шансы на освобождение надежды. В Германии все эти обвинения отрицают и обещают сделать все возможное для освобождения летчицы. Татьяна Лугунова, Геннадия Никеенко. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер. Сельхозвыставка как шоу для французских политиков и деньги на банковской карточке в Украине не залог их безопасности. Куда ведут следы мошенников? Об этом чуть позже. Оставайтесь с нами. Старикам здесь не место. Как водители маршруток отшивают пенсионеров. Обыск в Печерском райсуде. Что искала прокуратура и нашла ли? Двойная жизнь Джимми Сэбилла. Британский телеведущий в течение 40 лет насиловал и расцветлевал. Почему об этом стало известно только сейчас? Активисты Майдана теперь смогут получить статус инвалида войны и положенные льготы. Речь идет исключительно о тех, кто с 21 ноября 2013 года по 21 февраля 2014 получил тяжелые ранения и в результате этого стал инвалидом. Это право предусмотрено в законе, который сегодня подписал президент. Таких пострадавших, как подсчитали в Генпрокуратуре, сейчас около 900 человек. Ну и еще о Майдане, точнее автомайдановцах и судьях. Вчера выпустила Александра Ефремова под залог, сегодня сама получила уведомление о подозрении. Судью Печерского райсуда Оксану Царевич прокуратура Киева вызвала на допрос. Подозревают в неправомерных решениях против автомайдановцев в прошлом году, что привело к тяжелым последствиям. Она одна из тех судей, которые забирали права по поддельным протоколам гаишников. В прокуратуре говорят, что Царевич неделю пряталась от следствия в совещательной комнате. Ей грозит до 8 лет тюрьмы. А уже под вечер обыск прокуратура искала в Печерском суде правосудие административные дела по автомайдановцам. Царевич также известна тем, что принимала решение о заключении Юрия Луценко. Слушала дело об убийстве Щербаня, по которому проходила Тимошенко. По делу автомайдановцев, кроме Царевич, проходит еще и судья того же райсуда Виктор Китюк. Скромный гешефт в интернете обернулся потерей 10 тысяч гривен. Мошенники, накатанная схема, карточка пуста, банк и милиция молчат. Кирилл Ющишин подробнее. Вот этот детский комбинезончик обошелся Елене в 10,5 тысяч гривен. Не прибыли, а убытка. Девочка выросла из одежды и Елена выставила вещь на продажу в интернете. Покупатель нашелся, но чтобы перечислить деньги, попросил номер карты. Позже ей позвонили со стационарного телефона из Днепропетровска. Представились сотрудниками приватбанка и сказали, чтобы ей на карту пришли деньги, она должна назвать CV-код. Продиктовала цифры карточки, три цифры на обороте, после чего мне пришла смс-ка о том, что снято 10,5 тысяч. Больше покупатель ей не звонил. Елена поняла, попалась на уловку мошенников и сразу же обратилась в приватбанк. Ее несколько дней гоняли из одного отделения в другое. Заявление о пропаже денег так и не приняли. Елена обратилась в милицию и оказалась уже в этом году только в центральном районе Николаева подобных преступлений зарегистрировано больше полусотни. Почти все потерпевшие клиенты приватбанка. Что же с системой защиты вкладчиков в банке, комментировая ситуацию на камеру, отказались. Ограничились письменным ответом. Мобильный номер покупателя перестал отвечать. А вот что Елена услышала, позвонив на Днепропетровский. Позже женщина узнала из интернета. Именно этим телефонным номером мошенники пользуются еще с 2013-го. И схему обмана не меняют. Елена подозревает, их кто-то надежно крышует. Иначе, как объяснить факт, что за два года милиция и служба безопасности банка так и не разыскали мошенника с активным номером? Кирилл Ющишин, Богдан Ивнов. Подробности телеканал Интер. Николаев. Срываются на пенсионерах. Это о маршруточниках в Кировограде. Там уже не только словесные перепалки и унижения доходят до рукоприкладства. А еще вывесили в салонах спецобъявления. О чем предупреждают водители и как на это реагируют чиновники? Подробнее Елена Брынза. Старость нужно уважать. Это не о Кировограде сегодня. Местные пенсионеры терпят грубость и унижения в маршрутках. Проезд в автобусах 3 гривни. Для Валерия Карповича это много. Упрошивал водителя подвезти его за гривню и вот результат. Есть такие борзые, которые берут этот рубль, швыряют его. Я говорю, ты что, до пенсии не собираешься дожить? Ну, доживешь до моего возраста. Но все рекорды хамства побили водители предприятия Оликс. Крупнейшего перевозчика на городских маршрутах. На их автобусах появились вот такие таблички. Льгот нет. А водители распускают руки. Нет компенсации с городского бюджета, нет и льготных мест. Это позиция руководителя фирмы-перевозчика. В мэрии обещают компенсировать перевозчику расходы. Но после того, как городские депутаты утвердят порядок распределения субвенций, депутаты не торопятся, а чиновники разводят руками, мол, остается только просить перевозчиков. Других речевого влияния нет. Мы маем залучать Укртрансинспекцию и органы ДАИ. Они нам кажут, что есть соответствующая постанова уряда, и они полтора не имеют права переверять. Но, по-моему, кто-то этим и используется. Это прямое нарушение прав льготников, говорят юристы. Бесплатный проезд гарантирует им закон, а кировоградские пенсионеры оказались заложниками ситуации. Страждая самая незахищенная категория населення, а самая пельговики. Хотя наразе и в цивилизованных краях казаный спир мае вырешиваться безпосередньо между замовником и перевозником. В мэрии на сегодня заверили перевозчик, пошел навстречу и снял эти таблички. Но, как видите, не со всех маршрутных автобусов они исчезли. Елена Брынза, Владимир Кувакин, подробности, телеканал Интер, Кировоград. Рассчитывать только на свои силы и готовиться к затяжному экономическому кризису. Такие настроения преобладают в украинском обществе. Нынешней зимой несколько социологических компаний провели опросы, чтобы выяснить, чего украинцы больше всего ждут, чего боятся и готовы ли затянуть пояса ради реформ. О результатах подробнее Валентина Левицкая. Скорейшее установление мира – это самое сильное желание большинства опрошенных во всех регионах Украины. Не проводили исследования только в оккупированном Крыму и зоне АТО. Физический страх за себя и близких испытывают также большинство тех, кто отвечал на вопросы. Такого не было за все годы независимости, отмечают социологи. Еще год назад страхи носили в основном экономический характер. Сейчас резко на первые места выделился страх нападения внешнего врага. Но раньше они были очень незначительно выражены. Сейчас это один из центральных, 60% этого боится. Если мы имели в липне близко 57% тех, кто считал, что военные действия не следует проводить, и АТО нужно остановить и решить вопрос мирным шляхом, то в грудни вместо 57% у нас уже было 73%. Кроме войны, украинцы боятся дальнейшего ухудшения экономической ситуации. Социологи говорят, в отличие от кризиса 2008 года, пессимизм охватил все слои населения и бедных, и богатых. Есть такое утверждение, что все не так плохо и можно жить. Вот у нас с этой фразой согласны 8%. При этом 40% согласны с фразой, что терпеть текущее положение невозможно. Через год после кардинальной смены власти украинцы по-прежнему ждут от руководства страны реформ в экономике и оборонной сфере, а также борьбы с коррупцией. Но запас терпения, по оценкам социологов, уже на исходе. 10% были готовы терпеть сколько угодно для успеха реформ, и еще 37% готовы потерпеть год. Приблизительно 20% тех, кто считает, что реформы не будут иметь успех, и поэтому они в них не верят. И примерно 25% ответили, что их материальное положение уже настолько плохое, что они терпеть не в состоянии. Если мы на начале года фиксировали очень высокий уровень доверия к органам власти, начиная с осенью, мы начинаем фиксировать уменьшение количества людей, которые позитивно ставятся к уряду. В соответствии, уменьшается и уровень поддержки разных их кроков в социально-экономическом плане. Не удивительно, что всего 16% вопрошенных Киевским международным институтом социологии рассчитывают на помощь государства в этом году, и 72% заявили о том, что полагаются только на себя. Валентина Левицкая, Сергей Килимник, подробности, телеканал Интер. Обычная выставка сельского хозяйства, они мало чем отличаются в разных странах, но во Франции и это мероприятие превратилось в шоу. Что политики пили, как себя вели, и что наговорили друг о друге, София Гордиенко, наш европейский корреспондент, подробнее. Политики просто обожают такие места, где еще можно показать себя крепким хозяйственником, как и на выставке достижений сельского хозяйства и животноводства. Тем более ехать далеко не надо, все проходит в Париже. Волнистая мягкая шерсть, упитанность, элегантность и достоинство. Это коровий конкурс красоты, состязаются фермеры. Ее зовут Дакота, если она победит, обрадуется. Другой конкурс неофициальный, и этих конкурсантов здесь сопровождают. Профессиональные камеры и микрофоны. Вот пожаловали в премьер Мануэль Вальс вместе с министром сельского хозяйства Стефаном Лефолем. Короткий дискурс обо всем на свете и дегустация. Вина, потом пиво, потом опять вина, коньяка и опять пиво. Лефоль, ты где? Лефоль, хочешь пиво? От политиков ни мяса, ни шерсти, ни удоев, зато можно сделать немало отличных селфи. Настоящей звездой экспозиции стал Николай Саркази. Месье Саркази, вернитесь, мы вас умоляем. Он не только получил бесплатный блин, но и смог ответить на укол своего же конкурента Франсуа Алланда, который три года назад здесь же, будучи еще только кандидатом в президенты, пошутил. Я никогда не видела Саркази. Да ты его больше и не увидишь. Саркази сегодня это напомнили. Кто сказал, что меня больше не увидят? Аллант! Еще одно невыполненное обещание. Саркази вообще блистал юмором, все пробовал, хвалил, давал советы. Ему однозначно достался приз зрительских симпатий. Правда, в отличие от нынешних участниц конкурса, ему до финала выборов президента еще два года. София Гордиенко, Василий Трышковский. Подробности в телеканал Интер. Посмертный секс-скандал в Лондоне набирает обороты. Появились ужасающие подробности о двойной жизни популярного британского телеведущего Джимми Севилла, оказавшегося серийным насильником и педофилом. Подробнее Светлана Чернецкая. Она в британской столице. Леди и джентльмены, мне очень приятно пригласить сюда воплотителя всех желаний Джимми Севилла. При жизни он заслужил любовь миллионов, рыцарское звание от королевы и орден от папы римского. А после смерти оказался серийным педофилом и насильником. Джимми Севилл умер в 84 года в 2011-м. Все еще на волне популярности. Он один из самых узнаваемых британских телеведущих. В частности, благодаря передаче «Джим это исправит» на BBC, где исполнял желания участников. Полеты на вертолете, встречи с актерами, все что угодно. Его гостями в основном были дети. Теперь уже известно, самой младшей жертве Севилла было 8 лет. А растлевал детей он даже в своей гримерке на телестудии. Севилл был хищником, который пользовался любой возможностью атаковать жертву. Во многих случаях тщательно планировал свои преступления. Большинство из них Севилл совершил, находясь в лучах славы благотворителя. Он был волонтером в госпиталях, домах престарелых, психбольницах. И везде насильник оставил десятки жертв. Мне было 16, я лежала в больнице. Он часто приходил, приносил конфеты. Я чувствовала себя особенной. Однажды он отвел меня в какую-то комнату и начал целовать. Он сделал это, и я даже не успела никак отреагировать. Когда рассказала маме, она решила не поднимать скандал, боясь, что в итоге поверить не нам, а ему. Сейчас оказалось, Севилл насиловал на протяжении 40 лет. Жертв сотни. Не гнушался ни сиротами, ни душевнобольными. И оказывается, персонал знал о темной стороне звезды, но закрывал глаза, боясь потерять покровителя и опозорить кумира. По откровениям его жертв вырисовывается мрачная картина глубоко порочного человека. Он использовал свой звездный статус и высокие связи, чтобы скрыть извращенные поступки. Севилл наследил более чем в 40 больницах, детских домах и хосписах. В основном его обвиняют в домогательствах. Количество случаев сексуального насилия еще подсчитывает. За всю карьеру Севиллу удалось собрать почти 40 миллионов фунтов пожертвований. Они все еще на счетах его благотворительных компаний. Теперь все эти деньги пойдут на компенсации пострадавшим. Их уже почти 500. А недостающие обещают покрыть правительством. Светлана Чернецкая, Сергей Дубинин. Подробности. Британское бюро телеканала Интер. Неудачные пики Мадонны, пересадка головы и скорая помощь от принца Уильяма. Об этом и не только в нашем обзоре. Принц Уильям готов спасать жизни. Герцог Кембриджский получил лицензию пилота вертолета скорой помощи. И уже этим летом приступит к работе. Внук британской королевы будет перевозить пациентов из Кембриджа и Норвича. Принц поступил на курсы пилота в прошлом году после увольнения из ВВС. Итальянский хирург Серджо Канаверо решил провести пересадку головы. Первую операцию запланировал на 2017-й. Донором нового тела станет человек, находящийся в состоянии мозговой смерти. Тела пациента и донора охладят, а затем одновременно очень острым ножом отделят две головы. Около четырех недель человек будет в коме, пока голова не адаптируется к новому телу. Операция рассчитана на больных раком и паралитиков. Бэнкси побывал в секторе газа. На полуразрушенных зданиях появились символичные граффити. Дети, катающиеся на карусели, сделанные из сторожевой башни. И котенок, который играет арматурой. Милое животное на страшном фоне художник объяснил просто. Хочет обратить внимание мира на проблемы региона. А интернет пользователям сейчас, мол, интересны только фотографии котят. Бэнкси, настоящее имя которого неизвестно, самый популярный уличный художник в мире. Его работы продают за сотни тысяч долларов. Неудачное приземление. Певица Мадонна упала со сцены. Неприятный инцидент случился во время вручения наград Брит Эвордс. Поп-дива была одета в длинную мантию. Вероятно, танцор должен был эффектно сорвать ее с певицы, однако в итоге потянул вниз саму Мадонну. Дом, в котором прошло детство Пола Маккарни, уйдет с молотка. Стартовая цена здания – 155 тысяч долларов. Находится оно в Ливерпуле. Семья Маккартни переехала сюда, когда Полу было четыре. Прожили в доме до середины 50-х. С тех пор здание переходило из рук в руки и до сих пор притягивает к себе фанатов Битлз со всего мира. Александра и Скарлетт – самые сексуальные имена в мире. Таковы результаты исследования, которое на протяжении пяти лет проводил интернет-ресурс BabyNameVisart. В топе также женские имена Николет, Шанель, Анаис, Немужский, Лоренце, Ромео, Дмитрий. А вот Боб, Диггер, Труда и Берта пользователи считают самыми несексуальными. Следите за развитием событий на нашем сайте. Подробности Юэй. Информация о этом обновляется постоянно. Я прощаюсь с вами до завтра. Хорошего вам вечера и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok